В течение последних как минимум 20 лет КПРФ упорно призывало правительство обратить внимание на сырьевую направленность нашей экономики. На то, что мы сейчас полагаемся в формировании бюджета практически исключительно на нефтегазовые доходы. В тот момент нас не хотели слушать, потому что в последние 15 лет цены на нефтегаз непрерывно шли вверх и достигли довольно существенной цифры 120 долларов за баррель. Иногда они поднимались даже выше. То есть на эту власть бесконечно проливался золотой дождь. Эта власть сделала вид о том, что этот золотой дождь не есть некое явление природы, экономической природы, а есть результат ее деятельности. Поэтому правящая верхушка имела право утверждать о том, что посмотрите, как быстро растет благосостояние людей. И вдруг этот золотой дождь прекратился. Это ведет к тому, что возникают колоссальные проблемы даже с тем усохшим бюджетом, который был только что принят. Он-то рассчитывался из расчета цены на нефть 50 долларов за баррель. На самом деле он нынче падает ниже 40, а наша нефть, российская нефть, в связи с тем, что у нее качество несколько ниже, чем американская или североморская нефть, в районе 30 долларов за баррель. То есть государственный бюджет рушится на глазах. Уже сегодня министр финансов заявляет о том, что дефицит бюджета может составить 1 или 1,5 триллиона рублей. И что же предлагает министр финансов сделать? Он говорит о том, что нужно сделать несколько вещей. Прежде всего, оптимизировать, как он называется, государственные расходы. То есть уменьшить расходы на все. Второе, что он предлагает, увеличить доходы. Ну, каким образом увеличить доходы? За счет усиления налогообложения всех и вся. За счет сокращения социальных расходов. И третье, о чем говорит министр финансов, это необходимо создать условия для развития промышленности. А где же вы были до сих пор, отцы родные? Что вы не подозревали о том, что может возникнуть засуха? Что дождь не будет продолжаться бесконечно. И каким же образом они собираются стимулировать развитие промышленности и экономики, при том, что кредиты совершенно неподъемные? Кредиты по 20-25%, при том, что рентабельность экономики составляет 3-5%. Во всем мире промышленность получает кредиты по 2,5-3,5%, чуть больше процентов. Ключевая ставка Федеральной резервной системы США 0,25%. В некоторых странах она минусовая. А у нас еще только собираются обсуждать, снизить ли ее с 11%. То есть политика Центрального банка ведет к удушению промышленности. То есть из той формулы, которую предлагает министр финансов в нынешней ситуации, мы можем смело выбросить усилия по развитию нашей экономики. Их не предвидится. Власть не собирается этим заниматься. То есть нас ждет урезание расходов и усиление налогового давления с тем, чтобы увеличить якобы доходы. И к чему хорошему для населения все это не приведет.